Вообще, Дмитрий Сергеевич, скажите, вы давно здесь работаете? С 2004 года. То есть, в принципе, в 2014 году вы здесь работаете? В 2014 году я здесь работал на должности обычного эксперта. А скажите, какие вот наиболее такие вот, что запомнилось? Я понимаю, что у вас поток идет. Ну, сама запомнилась. Ну да, ну это вот 7 ноября, когда здесь, в Старобельске, возле рубежанского магазина, ну, произошел взрыв, ну, как бы люди услышали, там, взрыв чего-то произошел в частном доме, это возле магазина рубежанский. Туда выехала следственная оперативная группа, они осматривали, ну, вот это вот домовладение, которое там было. Там находились военнослужащие батальона «Айдар». Вот, они там, что они там сделали, там произошел взрыв гранаты. Ну, и, естественно, следственная оперативная группа начала осмотр домовладения и прилежащих там домостроений, там, гараж, там, сарай. А бойцы «Айдара», они живы были или пострадавшие? Нет, там, ну, смотрите, вот, когда я туда выехал уже в качестве эксперта, меня пригласили, там уже обнаружили трупы. То есть сидел раненый вот боец, в состоянии алкогольного пьянения он был, и у него, ну, было ранение осколочное в ногу, и потом вызывали скорую помощь, его забирали. Вот, и во время осмотра вот этих домовладений и прилежащих вот, ну, зданий, которые там, сараи, там, гаражи, в подвале было обнаружено три трупа. А они в этом домовладении бойцы «Айдара» жили, да? Они жили несколько дней, да. То есть они жили в доме, где они жили, в подвале? Да, да, в этом доме когда-то жил человек, который участвовал в организации референдума вот в 2014 году. Потом он, естественно, домовладение-то покинул, туда заселились. «Айдар» его занял. Ну, я так понимаю, что да. Вот, и нашли три трупа, мы выехали на место происшествия, осматривали эти трупы, они находились в подвале, сара или гараж, там, я уже не помню. Они были установлены? Ну, потом они были установлены. Это местные жители? Нет, это были люди не местные, они были, ну, кто-то Солчевска там. Ну, из Луганской области. Да, из Луганской области, да, 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 да. Вот, ну, что привлекло внимание по этим вот именно случаям, что были там у них и огнестрельные повреждения, и колоторезанные повреждения. У одного, по-моему, была причина смерти, это черепно-мозговая травма. То есть там потом в ходе воспроизведения обстановки обстоятельств событий, которые рассказывали, которые убивали, там прикладом наносили удары по голове. Ну, колоторезанные, понятно, там, предметом, обладающие колючей, режущими свойствами, там, ножом они, ну, и были прострелены. Тупые предметы. Да, у одного из них был отрезан кончик носа. Кончик носа. Да. Скажите, Дмитрий Сергеевич, вы вот там работали, а можно ли сказать, это происходило, вот эти все телесные повреждения у них, это все было, допустим, за один день, или это было растянуто по времени? Я хочу сказать, что, может, их длительное время пытали, потом убили, или это все было вот... Ну, то, что они там не один день находились, это я помню просто по материалам, вот, что рассказывали вот эти обвиняемые, которые на следственном эксперименте, они там находились несколько дней. Ну, в один прекрасный день, да, когда-то там начали, там, им причинять повреждения, и там же в подвале, в этом, там песчаный был пол, и была вырыта уже яма, выкопана, и там находился один из троих вот этих трупов, уже в яме. Да, он был уже в яме, ну, то ли заставляли, я не знаю, ну... А бойцы Адара, вы говорите, когда вы приехали, они были в состоянии алкогольного опьянения, да? Ну, да. Да, и они же сами рассказывали, что... Можно предположить, да, что они там жили в этом доме, у них были вот трое этих гражданских, ну, задержанных лиц, они над ними издевались, попутно употребляя алкогольные напитки. Ну, я так понимаю, что да, так оно и было, потому что, ну, я же говорю, на воспроизведении он так и показывал, что они распивали спиртные напитки на кухне там этого, ну, жилого дома. Потом кто-то достал гранату, что он там сделал, произошел взрыв. А на воспроизведении он не говорил, не пояснял, откуда взялись вот три трупа в подвале? Да поясняли, ну, чё ж... Что они говорили? Это люди, которые были в кафе в Северодонецке за несколько дней до этого, ну, будем так говорить, выкрадены или как задержаны, вот, и их привезли сюда, вот, в Сибирск. Ну, задержанные, вы знаете, есть процессуальный термин, задержанные. Ну, значит, выкрадены, да, 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 ну, это были люди из, ну, будем так, из преступного мира, будем так говорить. То есть это мне потом уже стало известно, когда забирали, там, судя по татуировкам и все, а праздновали, они сидели в кафе, они праздновали, ну, будем так говорить, освобождение из... Из мест лишения свободы. Из мест лишения свободы одного из тех, кого похитили. Вот это было. И Айдар, получается, их похитил в Северодонецке, привез в это место и там издевался и потом убили. Ну, получается так, один, который приезжал человек за этими трупами, который, ну, занимался похоронами, он говорил, что меня первично тоже забросили в автомобиль, а потом почему-то выкинули и сказали, он нам не нужен. А что-то, может быть, деньги они требовали? В чем причина была, почему их выкрали? Я не могу сказать. Ну, да, остается только догадываться, потому что, ну, люди непростые были, будем так говорить. Дмитрий Сергеевич, а еще что-то врезалось в память? Такое вот в 15-м году я видел там заключение тоже. Ну, врезалось в память что? Что в 15-м году... А это еще дислоцировалось? Да, да, да. Сюда, вот в этом помещении находились, находилось руководство Луганского областного бюро, которое уже было реорганизовано на этой территории на тот момент. Здесь находилось руководство. И к одному из руководителей бюро сюда приехали, ну, знакомые товарищи из города Свердловка, Луганской области, Свердловск. Вот, они здесь ходили, вот днем, я их тоже видел, да, потом они уехали и, как он потом сообщил, они пропали. То есть они приехали сюда по каким-то вопросам. То есть руководители судебно-медицинской экспертизы. Здесь были. И вот к одному из них приехали друзья со Свердловки. Не сотрудники? Нет, они не сотрудники, это просто гражданские люди. Они приехали на автомобиле, на микроавтобусе, по-моему, Volkswagen тогда был, у них синий, по-моему. Вот они приехали, это было холодно, зима, они здесь попили чай и поехали домой. И потом этот сотрудник сказал... Двое. Двое. Да, он сказал, что они пропали. То есть последняя связь с ними была на блокпосту, на выезде в сторону города Беловодск. Там стоял тогда на блокпосту батальон Эйдар. Они сообщили, что блокпост они проедут, ну, как он говорил тогда. Блокпост они проедут, свяжутся, больше с ними связи не было. Через несколько дней их обнаружили вот за рекой Эйдар, на горе, застреленными. А микроавтобус? Без микроавтобуса. То есть... Пропал микроавтобус. То есть... Микроавтобус пропал. Люди были найдены мертвыми, да, с огнестрельными повреждениями. Вот. И микроавтобус так и не нашли, да? Нет. То есть можно предположить, что микроавтобус кто-то отжал, а их просто убил. Ну, да, ну, в дальнейшем неизвестна судьба микроавтобуса. Скажите, а вы здесь вот, ну, работали в этот период. Вообще много было фактов, когда, ну, даже не убийства, а там тяжкие телесные, похищение людей, изнасилование. Ну, я понимаю, что вы не там сотрудник уголовного розыста, но... Ну, значит, смотрите, из того, что вот, ну, будем, как провел анализ вот за последние годы, там, ну, были требования там по живым лицам, да, которые, вот, как вы говорите, получается, за вот этот период, 14, 15, 16 год, шесть экспертиз, где военнослужащие, ну, где-то фигурирует батальон Айдар, где-то пишут просто там военнослужащие определенных каких-то частей, они причиняли повреждения вот обычным гражданским людям. Ну, это материалы все. Ну, это то, которое прошло официально. А вот мне интересно, мнение вот в обществе какое-то формировалось в отношении Айдара? Конечно, формировалось. Если не секрет. Ну, конечно, негатив. Негатив. Ну, конечно. А слухи, например, ну, понятно, отжим машин, это как бы, это... Ну, это стандартно. Это стандартно, да. Ну, вот первая стрельба, да, которая была, это май месяц был, не помню, какое число. В 2014 году, да, вот на автовокзале, когда местные жители каким-то образом, там, несколько человек перекрыли колонну военной техники со стороны Беловодска. Ну, приехал батальон. Ну, я не дошел буквально 100 метров в тот день, и, ну, стрельба была. Тогда несколько человек были ранены. По мирным, да? Да, да. По мирным жителям, да. Вот, и в тот же вечер тоже возле, ну, это один из случаев, вот, который по живым лицам. В тот же вечер, ну, в этот же день, вечером в полседьмого возле магазина АТБ на автовокзале тоже открыли стрельбу по легковому автомобилю, где была ранена беременная женщина. Беременная женщина? Да, была экспертиза у меня, это беременная женщина, там, с повреждением почки, там, переломами таза, там. Ой-ой-ой. Ну, да. То есть, это инвалидность? Ну, в дальнейшем, не знаю, если бы. В тот период мы старались далеко не ездить. Страшно? Ну, конечно, я даже на машине не ездил первое время. Я на велосипеде ездил на работу. А почему? Ну, потому что боялся, что заберут машину, машина была служебная.